В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 3 апреля 2018 года, вторник, по одному из старинных, 33-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета, четверик. И сегодня в виртуальной студии вас приветствую я, Алексей Орлов, и наш уважаемый доктор Захар Белинский. Ари Рад, здравия тебе, Ари Рад. Здравия, народ. Тема такая очень-то интересная, на мой взгляд, но словечко такое заковыристое. Давай-ка я вот попробую произнести, а ты мне там поправишься, если что. Вакуум-градиентная терапия. Вот еле выговорил, честно говоря, тренировался целый час, вроде бы получилось нормально. Ну и, конечно же, слово такое зауменное какое-то, но мне кажется, это подвох. Под этим зауменным словом что-то такое скрывается довольно-таки простое и всем нам понятное. Я предлагаю тебе не, как бы так, откладывая в долгий ящик уже и начать об этом рассказывать. Благодарю за предоставленную возможность тебе, Алексей, всему коллективу Народного славянского радио. И действительно, слово не наше, и название эфира так пришлось назвать, ну не то, что пришлось, но так назван он, возможно, из-за того, что многие так смогли бы понять, о чем будет речь. Потому что вакуум-градиентная терапия, как она называется, в последнее время распространяется, и об этом явлении необходимо рассказывать, просвещать. Но само название, конечно, оно не русское, обозначает достаточно простые вещи, ничего такого выдуманного иностранцами нет. Ну, вакуум, всем известно, безвоздушное пространство, то есть пустое пространство, пустота. Но абсолютного вакуума, в принципе, не бывает, но тем не менее, насколько это возможно, в медицине используется разреженное пространство. То есть выкачивается воздух, там какие-то частицы, конечно, оставляются, но вот создается разрежение, которое, собственно говоря, и несет этот лечебный эффект. И вот вокруг этого разрежения кроется вся остальная история. Значит, на заставке у меня стоит картинка, здесь мы видим мужчину, который облеплен рогами, такой своеобразный рогатый человек. Вот с этого, собственно говоря, все начиналось. В истории человечества все с этого начиналось. Я не знаю, конечно, кто первый придумал, вернее, как он додумался, не могу себе представить, поставить, спилить рог и поставить этот рог себе на спину, на тело, для того, чтобы он вызвал какой-то лечебный эффект. Людей, наверное, на Земле очень много, миллиарды, и кто-то что-то из них пробует когда-то и получает от этого пользу, поэтому эта информация разносится. Возможно, здесь было точно так же, что кто-то решил, вот до такого интересного момента стекли обстоятельства, то есть был рог, достаточно ровными краями решили огнем выжечь из него кислород и быстренько приставить его к телу, тем самым он обладал присасывающей способностью. Так это еще нужно было понять о том, что огонь выжгет кислород, и там появится такое состояние, которое способно себя чем-то заполнять, то есть начнет всасывать кожу. Да это, знаешь, как в анекдоте, когда заболел мужик и звонит его супруга к маме и говорит, слушай, мам, тут у меня муж заболел, что сделать? Говорит, да рога у него отшибая, а я высосу. Ну, так и покупилась эта терапия. Ну, давай дальше продолжим. Да, только если ты еще подвинешь в сторону вот эту вот скайпевскую лейбл, вот эту чуть-чуть в сторону, чтобы он не мешал смотреть на все рога, будет совсем хорошо. Да, благодарю, продолжай. Вот действительно, как древние люди до этого додумались, и в процессе истории, в процессе развития медицинской лечебной мысли мы дошли до современного периода, и вот в ней последнее слово, скажем так, наиболее современный метод использования вакуума в лечебных целях – это вакуум-градиентная терапия. Хотя в последнее время использование вакуума в медицине ставится под сомнение в плане использования, допустим, банок, потому что использование вакуум-градиентной терапии напрямую связано с использованием каких-то сосудов, емкости, из которых выкачивается и воздух, и эти сосуды втягивают в себя ткань человека за счёт этого втягивания ткани человека внутрь, происходит лечебный эффект благодаря каким-то определённым процессам, происходящим из-за всасывания в этих тканях. Об этом мы поговорим позже. Так вот, современная медицина к вакууму относится не очень. Тем не менее, на заре 19 века, вернее, на заре 20 века, в 1900-х годах, это явление было известно как лечение застойной гиперемией. И ряд российских учёных от медицины, они рассматривали, пропагандировали и развивали этот метод, метод лечения вакуумом. И очень многие болезни, очень многие процессы лечили именно таким состоянием. Тогда оно называлось застойной гиперемией. Это сейчас уже вакуумная терапия, вакуум-градиентная терапия, некоторые специалисты говорят флэш-терапия, то есть такие быстрые постановки банок и так далее. Так вот, за счёт чего достигается основной эффект? За счёт создания активного кровотока. Гиперемия – это на современном наукообразном медицинском языке вызывает покраснение ткани. И когда мы ставим куда-то банку, там получается такое покраснение. То есть мы называем гиперемию. Почему застойную? Потому что держится какое-то время, то есть стоит. Так вот, ранее, в 900-х годах при помощи этого метода застойной гиперемии лечили очень многие болезни. И воспалительные процессы, и болевые синдромы, и прочее-прочее. И именно тогда, в начале 900-х годов, русскими учёными-медиками продвигалась и отставилась идея о том, что на самом деле очень важная идея, почему я хочу сейчас о ней остановиться, она актуальна до сих пор, потому что в те годы эта идея была продвинута, но потом, скажем так, в современной российской медицине, ну, может быть, даже и мировой, она была отвергнута. Эта идея заключается в чём? В том, чтобы лечить различные воспалительные процессы, которые возникают в человеческом теле при помощи усиления этих воспалений. То есть в современной медицине зачастую считается как? Так что если где-то возникло воспаление, значит, тут же это воспаление необходимо убрать. Его убирают, и вроде бы человек злорок. На самом деле, что происходит? Когда где-то в нашем теле возникает воспалительный процесс. А что значит воспалительный процесс? Нам, как обывателям, он известен в виде того, что ткани раздуваются, увеличиваются немножко в объёме, при этом краснеют, становятся горячими. И в месте покраснения ощущается болевой синдром. Вот это, собственно говоря, можно на обывательском уровне назвать воспалением. Так вот, воспаление – это реакция иммунной системы организма, самого организма. И она возникает только под действием иммунной системы человека. Наша система сопротивления организма применяет воспалительный процесс тогда, когда необходимо устранить какую-то инфекцию, когда необходимо устранить какой-то патологический процесс. В следствии чего? В следствии того, что там, где воспаление, там идёт приток клеток иммунной системы, то есть там усиливается местный иммунитет, там усиливается кровоток, соответственно, ускоряются обмены процесса и так далее, и так далее. То есть там идёт активная регенерация, процессы регенерации. И когда мы это возникшее воспаление начинаем снимать, убирать, то тем самым мы препятствуем работе нашей иммунной системы и способствуем тому, чтобы болезнь развивалась дальше, переходила, возможно, даже в некую хроническую стадию. Вот, к примеру, когда у детей воспаляется горлышко. Воспалилось горло, а тут же нужно снимать это воспаление. Понятно, что глотать больно, но резко сразу снимать воспаление не нужно, потому что воспаление – это нужный организмный процесс. Я почему об этом сейчас начал говорить? Потому что всё впоследствии, о чём я буду говорить, оно будет так и иначе связано с созданием определённых процессов, похожих на воспалительные. И для того, чтобы впоследствии всё было понятно, я хочу сделать такое выступление, чтобы донести очень важную мысль, что воспалительный процесс сам по себе полезен в человеческом теле. И его оккупирование, то есть прерывание воспалительного процесса какими-либо средствами, в том числе и народными. Есть даже народные средства, которые снимают воспаление. Ну, конечно, бывают такие ситуации, когда необходимо выполнять какую-то деятельность, воспалительный процесс не даёт, там то ли в ноге, то ли в руке и так далее, а нужно обеспечивать выживание. Тогда, конечно, да. А в других случаях снижать воспалительный процесс не нужно. Более того, для того, чтобы быстрее вылечиться, для того, чтобы естественный воспалительный процесс, вызвавший его деструктивные какие-то влияния на наш организм, прошли быстрее, необходимо этот воспалительный процесс усилить. И тогда, собственно говоря, болячка отступит быстрее. То есть довести этот воспалительный процесс до своего логического максимума развития, и тогда он начнёт спадать. Потому что, когда мы усиливаем все эти процессы, усиливаем и температуру в данном теле, и количество иммунных клеток, и так далее, до невозможности, это обычно делается со сторонними способами. Например, очень хорошо усиливают воспалительный процесс и постановки пчёл. Всем нам известно, что, допустим, если даже мы там пчелу куда-то посадим на тело, а после неё получается такое маленькое воспаление, покраснение, гиперемия в этом месте. Так вот, если где-то у нас воспаление, мы на это место или вокруг этого места поставим ещё пчёл, тем самым мы поможем нашей иммунной системе, усилим все эти процессы и скорее уничтожим ту заразу, которая там есть внутри. Недаром в описании свойств пчелиного яда говорят о том, что он обладает противовоспалительными свойствами. На самом деле понятие, как противовоспалительный свойство, оно не совсем верное. Здесь целесообразно говорить, помогая, ну как бы, не знаю, как это правильно сформулировать. Собственно говоря, я сейчас пытаюсь создать какой-то новый термин, то есть какое-то свойство, помогающее завершению воспаления, то есть способствующее воспалению. Ну не знаю, конечно, это может быть истолковано неверно, превратно, но тем не менее пчелиный яд, он не убирает воспаление с нашего тела, а он помогает нашей иммунной системе логически его завершить. Ну и ряд других терминов, допустим, не терминов, а способов. К примеру, это очень хороший способ, есть такой один из, подкожное введение крови из той пиявки, которая у человека была на теле, то есть у человека там пиявка стоит, ее у человека снимают, там из нее как-то шпильцом берут изнутри кровь, и вот эту кровь разводят физраствору, и потом в малом количестве вводят ее под кожу в месте естественного воспалительного процесса, то есть там, где у человека была какая-то беда. И вот подкожное введение этой крови вызывает значительное увеличение воспаления, и так болячка проходит быстрее. Ну и другие подобные способы, там и обычная аутогемотерапия, и так далее, так далее. Так вот, банки, постановка банок, это один из таких способов, которые способны оказать помощь проблемному участку через вызывание такого вот воздействия на ткани, некого подобия такого воспаления, застойный гиперемей, то есть вызывается то кровь. И вот этот человек, которого мы видим на картинке, который усеян рогами, рогатый человек, он что делает, собственно говоря, сейчас? Ему поставили эти рога для того, чтобы усилить кровоток, воздействие, не то, что усилить кровоток, а это, по сути, тканевая терапия. То есть, когда стоит какой-то сосуд, он подтягивает ткань вверх, и получается воздействие. Вот сейчас, дальше у нас есть здесь еще одна замечательная картинка, сейчас я вам ее покажу, немножко перескакиваю, но вот, смотрите, и здесь мы видим, когда условно говоря, ну, это примерная картинка, здесь нарисованы условные слои ткани человека, так вот, мы воздействуем руками, да, происходит, грубо говоря, воздействие до второго слоя, да, воздействуем маленькими, небольшими банками, ну, чуть более глубокие слои, воздействуем банками больше, еще, еще, и большими банками мы совсем воздействуем глубоко уже на внутренние глубинные ткани, тем самым все они задействуются, все они поднимаются. Вот здесь мы можем видеть на следующем рисунке, как происходит воздействие. То есть, допустим, небольшая банка, она воздействует вот таким вот образом, банка побольше, она уже большее, Большие, конечно, изменения в тканях производят, то есть подтягивают их. И банка большего размера вызывает уже глобальные изменения в тканях, то есть она их воздействует на ткани более глубже. Так вот, вакуум-градиентная терапия, о которой мы сегодня будем говорить, это следующий шаг в развитии вакуумной терапии. То, что мы видим здесь с рогами, и классическая вакуумная терапия, то есть использование банок – это одно и то же, по сути. Только здесь используется рога буйвола. В обычной вакуум-терапии или постановке горшков и банок используются другие сосуды, керамические, стеклянные и так далее. То есть это примерно тот же уровень. Но вакуум-градиентная терапия – это уже следующее. Чем она примечательна, чем она отличается? Вакуум-градиентная терапия, а градиент – это шагающий, то есть изменяющий. И терапия – это нахождение в присутствии, то есть рядом, либо лечение, в таком более обывательском значении. Так вот, вакуум-градиент обозначает лечение изменяющимся уровнем разрежения вакуумной среды. И изменение этого разрежения можно вызывать различными способами. Можно вызывать вручную, то есть как это делается. Берется большая банка, но часто это используются банки 11-13 см в диаметре, и при помощи ручного насоса мы ее накачиваем и спускаем, накачиваем и спускаем. И таким образом мы создаем некую динамику. Так вот, вакуум-градиентная терапия отличается от обычной вакуумной терапии тем, что здесь создается динамика процесса, и все позитивные и положительные процессы усиливаются в разы, потому что банка не только подсасывает ткань, образует там полезные процессы, но банка еще и делает это в динамике. То есть чем еще описывает пользу от постановки банок? Говорят, что вот создавая разрежение, подтягивая ткани, мы там увеличиваем эластичность сосудов, улучшаем микроциркуляцию ткани, улучшаем там кровоток, движение лимфы и так далее. Но это мы делаем в разном варианте, то есть засосали и держим, да, потом отпустили. А вакуум-градиентная терапия позволяет делать это все в динамике. То есть мы создали разрешение, извините за такой слэнг, засосали, отпустили, засосали, отпустили. И здесь происходит, сосуды улучшают свою эластичность, но это происходит гораздо более эффективно, потому что получается фактически гимнастика сосудов. Эффекты, конечно, гораздо более мощные. И вот здесь, на таблице, вернее в этом списке, я представил общие лечебно-профилактические эффекты от применения вакуум-градиентной терапии. Значит, противоопухолевый эффект обеспечивает защиту организма от развития злокачественной опухоли и подавляет рост атипичных клеток. Но сразу хочу сказать, чтобы наши уважаемые слушатели не думали, будто бы сам по себе банка берет и лечит рак. Нет. Здесь какой эффект достигается? За счет вот всей совокупности действий вакуумной терапии происходит защелачивание области. Вот этой области. Почему? Потому что когда банка подтягивает сосуд, то она его растягивает. И в момент растяжения происходят определенные процессы, которые позволяют эту среду вокруг сосудов сделать щелочной. Именно во внутренней поверхности сосуда начинает синтезироваться оксид азота. Сам по себе оксид азота – это мощное вещество, которое стимулирует регенерацию, восстановление тканей. И за счет синтезирования оксида азота получается ощелачивание окружающей среды. А всем известно, и даже за это дали Нобелевскую премию, что в щелочной среде раковые клетки к минимуму не размножаются. Поэтому здесь и описано, что имеется противоопухолевый эффект. Далее. Противовоспалительные. Подавляют рост и размножение микробов. Но, опять же, микробы живут и размножаются только, считается, что в кислотной среде. То есть в той среде, которая богата продуктами клеточного распада, в той среде, которая является пищей для этих микробов, в той среде, где углекислота превращает окружающее пространство в кислое пространство. И банки, поскольку сами по себе защелачивают окружающее пространство, поэтому микробы там жить не могут. Стимулирующая активность клеточных элементов тканей. Активно активизирует функцию фагоцитоза, фибробласты и так далее. Но это наукообразно, медицинское. То есть если у кого-то будет желание, то можете в справочник посмотреть. Потом иммуностимулирующий. Повышает местный и общий иммунитет. Но, опять же, за счет улучшения циркулирования крови, за счет улучшения циркулирования лимфы и притока клеток иммунной системы и так далее. Обо всем этом мы, в принципе, немного ранее говорили. Обезболивающее уменьшает и устраняет миофасциальную боль. Здесь происходит достаточно интересный эффект. Что при постановке банок возникает боль. И эта боль стирает патологически вредный импульс, который создает мышечное напряжение. Вот за счет этого и получается обезболивающий эффект. И когда банка снимается, то в области коры головного мозга, где раньше фиксировался этот болевой участок, куда приходит абсолютно другой сигнал. И болезненный сигнал стирается. Дело в том, что болевые ощущения – это не ощущения как таковые в определенном месте. Это определенным образом раздражение коры головного мозга. И болевые ощущения, которые мы испытываем, – это своеобразная сигнализация. Поэтому болевые ощущения можно прекращать, допустим, такими способами, как постановка банок. Проливаю, было больное место, ставим банку. И боли от банок стираются. Вернее, патологически вредный импульс стирается за счет эффекта постановки банок. Вот такое интересное. Потом дефиброфизирующий эффект. Способствует размягчению, разверхлению, рассасыванию, грубо-фимброзных образований и уплотнений. Дело в том, что этот эффект обусловлен чем? Тем, что когда идет постановка банок, сосуды растягиваются. И стенка сосудов начинает разрыхляться. Причем этот эффект разрыхления ткани достаточно интересен. Ранее было устойчивое мнение, что при постановке банок сосуды разрушались. То есть ставится банка, сосуды разрушаются. В принципе, такое мнение есть. Существует две теории. Одна вот, скажем так, она поддерживает то мнение, что сосуды травмируются, то есть разрушаются. Из-за этого происходит вытекновение крови в внешнюю среду. Вообще это называется, если так вот относительно медицины, то есть чтобы вам легче было все это потом искать, не на пальцах в интернете как-то терминами оперировать. Это называется экстравазат. То есть экстравазат – это любое количество крови, которое находится вне сосуда. То есть экстра – это вне, а ваза – это сосуд. То есть любой элемент, тот, который был внутри сосуда, когда он становится вне сосуда, называется экстравазат. Экстравазаты бывают разные. Если мы сейчас затронули эту тему. Если они маленькие, они называются петихи. Если они большие, они уже называются кровоизлияниями. То, что в обиходе существует такое понятие, как гематома, то применять ее к любому синяку на нашем теле, скажем так, неверно. Почему неверно? Потому что гематома, по сути, если брать ее исконное значение, что такое гематома? Гематома – это кровяное новообразование, так называемое. То есть это такой шарик крови, который имеет свои очерченные границы внутри ткани, и он не рассасывается, не диффузирует, не проникает в соседние ткани. То есть если вот такой вот кровяной шарик стоит, то это и есть гематома. Если мы видим синяк, который расплылся по тканям, то это не является гематомой, а это вот такое вот разливное кровоизлияние, так называемое. Поэтому когда врачи, допустим, говорят, о, да у вас тут гематома и так далее, они на самом деле сами не знают, о чем он говорит. Вот, это гематома, это вот бывает, может кто-то видел, прям шишки такие кровяные, вот это вот гематома. А если как бы синяк по тканям разошелся, то есть кровь просочилась между, как бы впиталась в сами ткани, это разливное кровоизлияние. Вот, и за счет того, что из-за разрыхления сосудов, разрыхления ткани, из сосудов выходит кровь, частицы этой крови, вот, а они богаты определенными веществами, то вот как раз происходит размягчение ткани. Допустим, выходящие за пределы сосуда ткани, там содержится серотонин, там содержится гистамин, кинины. Гистамин, допустим, способствует ликвидации повреждений ткани, то есть если где-то в ткани были какие-то проблемы, то гистамин эти проблемы потихоньку решает. Кинины расслабляют мышцы сосудов, то есть улучшают и капиллярное кровоснабжение, улучшают и состояние артериола, венол, то есть это среднее. Вот у нас есть артерия, да, есть артериола, есть материальный капилляр. Точно так же у нас есть венозный капилляр, есть венола, есть вена. То есть условно говоря, три градации сосудов, чтобы вы понимали. Так вот, кинины, они улучшают состояние стенки, в принципе, мышц, стенки сосудов любых. И тем самым, поскольку он воздействует кинини не только на мышцы сосудов, но и на мышцы вокруг того образования, то он способствует дефибролизации окружающих тканей. Вот такая вот ситуация. Потом у нас есть реконструктивный положительный эффект. Восстанавливается судистая тканевая структура. В принципе, мы о нем тоже сейчас сказали, но еще могу добавить то, что в момент разрыхления, то есть в процесс, вернее, эффект разрыхления сосудов от применения вакуумного воздействия на ткани происходит только на тех сосудах, которые, по сути, имеют внутри себя застоявшуюся кровь. Дело в том, что качество сосуда зависит от качества крови, находящегося внутри него. И если внутри капиллярного сосуда мы в большей части воздействия именно банками на капиллярные сосуды находится застоявшая венозная кровь, ее еще называют депонированную, то есть та, которая стоит как депо, то питание самой стенки сосуда ухудшается. И когда банка тянет, то она ее, как бы, этот сосуд растягивает, там появляются некоторые отверстия, и кровь истекает, но когда такой сосуд подвергается гимнастике, то есть он растягивается, отпускается, растягивается, отпускается, то улучшается тонус состояния стенки сосуда, питание мышц самой стенки сосуда, и состояние этого сосуда улучшается, он становится через какое-то время здоровым. Этим и обусловливается тот видимый эффект от вакуумной терапии в целом, который получают пациенты, то есть когда, допустим, условно говоря, в первый раз ставят банку, там появляются фиолетовые вообще такие вот эти вот круги ужасные, на следующий раз банку ставят уже менее фиолетовые, потом ставят они там темно-бордовые какие-то, потом ставят они уже там слегка-слегка какие-то вкрапления, потом ставят уже просто остается красное пятно горячее, которое после того, как банку убирают, оно превращается в обычную кожу. То есть никакого следа не остается. Вот именно этим, на этом мы и можем увидеть, как в лучшую сторону изменилось состояние стенки сосуда. Но хочу сказать, что на самом деле бывают и разрывы разрывы сосудов при постановке банок, но это когда сосуды совсем никуда не годятся, они травмируются, но сосуды потом впоследствии восстанавливаются. Как мы можем отличить разрыв сосуда от, допустим, и вытекшей крови в окружающее пространство, от действительно каких-то экстравазатов, петихи, тем, что бывает банку снимаете, часто это бывает на ягодицах, это можно увидеть на области бедра, но на спине мне не приходилось сталкиваться, возможно, там, конечно, у кого-то тоже бывает, но вот очень часто на ягодицах, там такие глубокие ткани, когда ставишь туда большую банку, они засасывают такой достаточно большой слой. И вот внутри там проходят уже вену, то есть небольшие такие венки, и если они в плачевном состоянии, то они реально лопаются, потому что на этом месте потом возникают какие-то такие вот, они не прощупываются, но они просматриваются, сквозь кожные покровы, такие как, вот как я говорил, прям гематонки, маленькие такие кровяные шишечки, вот они возникают именно от повреждения сосудов, но естественным образом они восстанавливаются, там за счет улучшения микроциркуляции ткани происходит улучшение и движения межклеточной жидкости, лимфы и так далее, и все эти синяки, вся эта вытекшая кровь, она рассасывается, уходит на этом месте, получается чистое пространство и здоровые сосуды, причем здесь нужно сказать, что сама по себе кровь, она жидкая, только когда находится внутри сосуда, кровь жидкая от контакта с внутренней стенкой сосуда, внутренняя стенка сосуда устроена так, что она поддерживает кровь в жидком состоянии, как только кровь вытекает за пределы сосуда, допустим, межткани, пространство туда, она практически тут же начинает сворачиваться, вот, и становится просто сгустком, вот жидкостные такие свойства, она достаточно быстро теряет, поэтому у нас, наши вот эти вот синяки, они не разливаются по большей части по всему телу, а существует как-то локально, потому что кровь, когда вышла за пределы сосуда, она практически сразу теряет свое жидкое состояние, несмотря на то, что в окружающем сосуде пространстве тоже является, ну, как жидкостная среда, тем не менее, кровь с ней не особо смешивается и начинает достаточно быстро пустить. Вот, следующий лечебно-профилактический эффект, эффект у нас здесь написано, антистарение, то есть обновляет омолаживать кровеносную лимфатическую систему, мягкие ткани предупреждают уедание старения организма. На самом деле это свойство, оно не то, что оно из пальца высосано, но просто как следствие тех, которые описаны перед этим, потому что, например, в Советском Союзе в одной из источников было написано так, что что такое старение? Старение – это ухудшение, нарушение кровоснабжения организма, в частности, ухудшение капиллярного кровоснабжения и нарушение возникновения лимфатического застойка, то есть, ну, по сути, вот так. И на самом деле, что есть старение организма вообще? Почему организм стареет? Что к этому приводит? То есть это неестественный, на самом деле, биологический процесс, как зачастую хотят человечеству навязать, что старение – это естественный биологический процесс, что все мы рождаем, все умираем, троллеваем. На самом деле это неверно. Человек может жить достаточно долго. Ресурс человеческого тела, рассчитанный опытными учеными, медиками, советскими причем, как минимум говорит это 150 лет. Поэтому то, что мы живем по 50, по 60 лет, это говорит о том, что над нашим телом производится неимоверное насилие. Тот образ жизни и вообще те условия среды обитания, в которой мы находимся, они фактически являются для нас враждебными. Поэтому не верьте, когда кто-то говорит о том, что есть естественный процесс старения и что мы по естественным причинам умираем. Скорее всего, это говорят те, которые заинтересованы в том, что у человека проживал бы 50, 60, максимум 70 лет и еще ему там… в общем, и поскорее умирал. Так вот, если у человека будет жидкая кровь, если у человека она будет подвижна, если она будет обладать необходимым уровнем pH, если все форменные элементы крови будут в ней выполнять свои функции подвижные, если лимфатическая лимфа человека будет жидкая, если лимфатическая система будет работать, то есть лимфа будет по всему телу двигаться. То есть если человек будет пить в достаточном количестве воду, если он будет двигаться, если он не будет употреблять в пищу всякую дрянь, то он может прожить достаточно длинную жизнь гораздо длиннее, чем многие хотели бы, наверное. И следующий этап, вернее, следующий лечебно-профилактический эффект – это антистрессовая, повышая стрессоустойчивость и стрессозащита. Ну, действительно такое есть, но это больше связано с эффектом просто укрепления состояния здоровья человека, потому что психоэмоциональный фактор напрямую зависит от физиологического состояния человека, и здесь есть прямая взаимосвязь, то есть чем хуже физическое здоровье человека, тем, собственно говоря, будет министр соустойчивое. Вот здесь вот есть еще противопоказания к применению вакуум-радиентной терапии, но по большому счету это написано как по требованию современной ситуации. Дело в том, что многие сейчас разрабатывают какие-то медицинские системы и там, допустим, оздоровительные практики, хочет их внедрять на официальном уровне, получать патенты и так далее, они обязаны выписывать, находить, изыскивать какие-то противопоказания. И очень часто там люди страхуются, перестраховываются, пишут, собственно говоря, ну, чтобы, ну, лишь бы, лишь бы, как бы, допустим, у человека есть какое-то проблемное болезненное состояние, его могут указать в противопоказаниях, лишь бы не было никаких проблем. А на самом ли деле процедура или процесс вредить в таком состоянии часто бывает, что не совсем и даже, наоборот, помогает. Но в противопоказаниях это есть. Ну, вот здесь что написано? Первое правило – нельзя ставить банки, если температура тела выше нормы при их орадочных состояниях. Во-первых, вот видно, что это современный текст. Опять же, та книга, о которой я рассказывал, лечение застойной гиперемии, там описывается, что можно и даже полезно ставить банки, когда температура тела повышена. Вот, хотя сейчас я, конечно, вступаю в некое противоречие с постулатами современной медицины, но вот та медицина, старая, российская, она говорила о том, что полезна. Современная говорит, что не полезна. Более того, современная отрицает банки, говорит, что это ерунда, вредно, что это запрещено. Вот, но не будем с ними спорить, пойдем дальше. Абсолютные противопоказания. Остроинфекционные заболевания и лихорадочные состояния. Вот предыдущая бумажка, вернее, предыдущий текст, он говорил абсолютно об обратном. Вот, к примеру, тут стимулирование активности клеточных элементов, противовоспалительный, противоопухолевый, иммуностимулирующий. И вот это как раз полная противоположность. Остроинфекционные заболевания, они как раз нуждаются в стимулировании иммунитета и так далее. То есть здесь уже возникает коллизия противопоказания, противопоказания, которая еще раз говорит о том, что это просто страховка, что здесь написано. Резкое истощение организма. Это вообще непонятно, что это такое резкое истощение. Для кого-то, кто весит 150, на 100 кг похудеть, ну, не на 100, на 50 кг похудеть, это будет резкое истощение, при этом он будет оставаться жердяем, который весит, образно говоря, 100 кг. Я, конечно, не хотел никого видеть, но тем не менее. Вот. Выраженный склероз сосудов со склонностью к тромбозам, прогрессивным и так далее, и так далее. В общем, давайте я оставлю сейчас эту картинку. Кому интересно, можете ее посмотреть, внимательно прочитать, ознакомиться. Мы пойдем в своих рассуждениях дальше. Впоследствии, когда будет выпущен эфир, во время посмотра эфира, можно будет поставить на паузу и все это себе подробно переписать. Итак, что такое локальная вакуум-градиентная терапия? Значит, локальная вакуум-градиентная терапия, как мы здесь видим, в латинских градиенте, шагающая, величина, отражающая количество изменений свойств. То есть лечебное влияние вакуума осуществляем путем одновременного использования нескольких вакуумных банок диаметром на 10 до 180 сантиметров. Почему имеется в виду нескольких? Потому что чем более обширное влияние на тело банками производится, тем более полезный эффект на организм оказывает. Вернее, чем больше площадь, которую всасывают в себя банки, тем больше полезный эффект оказывается. Дело в том, что реакция организма исчезтищая, такая реакция организма на постановку банок, она заключается в выработке гемоглобина. То есть когда мы ставим банки, мы создаем временный эффект гипоксии ткани. То есть мы как бы препятствуем там кровоснабжению на некоторое время. Когда просто в обычной схеме ставим банку, поставили банку, затянули ее, мы эти ткани зажали. Соответственно, мы и создали там какой-то эффект гипоксии. В головной мозг идет сигнал о том, что на таком количестве площади, кто там с разных участков к ним поступает информация, создалась гипоксия ткани. И организм старается улучшить транспортные функции крови по переноске кислорода. То есть если где-то создалась гипоксия, значит туда нужно больше кислорода. Кислород у нас переносит гемоглобин. Соответственно, организм начинает вырабатывать больше гемоглобина для того, чтобы его больше проносилось. И применяя здесь вакуум-градиентную терапию, мы фактически делаем это не только вакуум-градиентной терапии, но еще можно сказать окси-генотерапия, потому что организм начинает окси-генотерапию, то есть кислородная терапия. Вакуум-градиентная терапия качает ткань, и в организм, в мозг постоянно поступает сигнал о том, что гипоксия, гипоксия, гипоксия. Мозг вырабатывает гемоглобин, он разносится по ткани. Тем самым вакуум-градиентная терапия позволяет насыщать в большей степени ткани кислородом, чем обычная вакуум-градиентная терапия. Вот еще ее плюс. Кстати, в сегодняшнем эфире мы не только поговорим о самой вакуум-градиентной терапии, но еще поговорим об аппарате вакуум-градиентной терапии и расскажем, как его схему, схему его изготовления самостоятельно, если кому-то будет интересно. В принципе, это его возможность изготовить в домашних условиях. Мы об этом поговорим чуть позднее, потому что, конечно, было бы немножко некрасиво на Народном радио рассказывать о каких-то полезных эффектах и рассказать, как конкретно можно этот эффект достичь. Итак, чем больше банок на человеке стоит, тем больше гемоглобина выделяется, тем больше ткани насыщаются кислородом. Вот такой вот интересный эффект присутствует. Поехали дальше. Значит, в них, то есть в банках, создается давление, ну, неважно, собственно говоря, ну, можно посмотреть на 100-760 миллиметров крупного столба, пониженный по сравнению с атмосферным. Ну, конечно, если вакуум там высасывается, получается разрежение. От умеренного будет практически полного вакуума. Интенсивность воздействия отрицательного давления на ткани зависит в основном от двух параметров. Величины применяемого вакуума и времени экспозиции. То есть величина применяемого вакуума – это то, насколько засасывается, по-простецки говоря. То есть от той величины разрежения, которое используется, и времени экспозиции. То есть как долго такая банка стоит. Но принято считать, что максимальное время экспозиции такой банки составляет 20 минут. Когда мы используем вакуум-радиентную терапию, то время экспозиции, то есть время постановки банки, можно увеличить до 30-40 минут. Почему? Потому что здесь экспозиция динамическая. И банка натягивает ткань, отпускает, натягивает, отпускает. Нет статического постоянного напряжения ткани. За счет этого время постановки таких вакуум-радиентной терапии может быть гораздо увеличено по сравнению с обычной вакуум-терапией. Кроме того, дальше по тексту, кроме того, эпидически установлено, что на интенсивность воздействия оказывают влияние лимонные размеры банок. С увеличением их размеров выраженность эффекта БДТ существенно вырастает. Ну, это то, о чем мы буквально недавно поговорили. Существенно возрастает. Вследствие большей глубины. Ну, вот эта таблица, о которой я вам показал до этого. Соответственно, то есть, руками так, так, и вот большими банками мы достигаем охвата уже таких глубинных тканей. Ну, вот, идем дальше. Эту модель мы опять же видели. Модель влияния вакуум-градиентной терапии на мягкие ткани. Какая-то, допустим, кожа, пока подкожная клетчатка, слои мышц, плоская ткань, циркуляция. Вот. И вот здесь вот большая банка. Мы достигаем уже вот уровня глубинных слоев мышц. И почти считать, если так исследовать этому рисунку, как в Костецке говорили, что мышца от Костец стоит. Алексей, может быть, есть что-то добавить, сказать, а то я так увлекся своим рассказом? Да нет, нет, все хорошо, замечательно. Просто тоже я ставлю банки, наблюдаю, пока все сходится, да. А, ну, хорошо. Успешно. Там самую большую банку ставь, чтобы было эффективнее. Можно самую большую найти и поставить ее. Можно, конечно. Потом пупок из нее выковырили, знаешь, как трудно. Понятно. В общем, лечебное влияние локального вакуума. Почему говорится локальное? То есть, вообще, лечебное влияние от вакуума радиотерапии есть местность, то есть, общее тело, вот как там выработка гемоглобина, улучшение микроциркуляции, там, качество крови, там, ощелачивание организма и так далее. Так есть и локальное. Локальное-то в том месте, где банка непосредственно стояла. Вот лечебное влияние локального вакуума радиотерапии на патологически измененные ткани весьма условно можно подразделить на несколько взаимосвязанных фаз, каждый из которых имеет свои особенности реакции ткани. Опять же, как правильно здесь автор заметил, условно можно подразделить, потому что сейчас кто-нибудь посмотрит и скажет, ага, вот на банке нужно ходить, на банке нужно ходить там где-то 15 процедур, и после пятой процедуры у меня должна на шестую процедуру начаться вторая терапевтическая, то есть вторая фаза терапевтическая, на самом деле это очень приближенно, все индивидуально, у кого как, то есть кому-то нужно больше, кому-то меньше, и так вот, первая фаза тканево-метаболического микро-взрыва, то есть происходит такое резкое увеличение биологической активности, вторая фаза терапевтическая, то есть там, где все это устаканивается, начинается восстановление, третья фаза реконструктивно-восстановительная, последующие процедуры, то есть это уже, ну скажем так, завершающий этап, когда синяки расходят, после этих синяков производится какое-то воздействие, тем дальше. И вот, собственно говоря, примерно вот так выглядит аппарат вакуумно-градиентной терапии. Вот, здесь мы видим, что на нем, вакуумный контур, там вот в глубине стоит, тут его не особо видно, вообще, честно говоря, не видно, видно только шланг, который от него, там стоит насос, там стоит вакуумный насос, причем в аппаратах вакуумно-градиентной терапии используются пластинчато-роторные, сухие, то есть безмасленные насосы. Поскольку это область соприкосновения с человеческим телом, то здесь какие-то химические жидкости, технические, вернее, технические химические жидкости, как техническое масло, недопустимо, поскольку идет контакт непосредственно с кожей, и если бы этот насос был масляный, то есть какая-то небольшая доля вероятности, что через вакуумный контур, через воздушный контур он может попасть как тактил. Поэтому здесь используются сухие пластинчатый роторный насос, вакуумные насосы, специальные насосы. Но хотя, в принципе, когда я занимался изготовлением этого аппарата, я его изготавливал сам. Один из инженеров, с которым я сотрудничал, он подсказал, что можно использовать, в принципе, обычный электромотор. Обычный электромотор, компрессорное устройство, и вследствие изменения скорости, вернее, скорости направления вращения, можно было вызывать получение вакуума таким образом. Но там все равно используются какие-то масляные средства. Поэтому я использовал именно тот насос, который должен был там использоваться. Затем от этого насоса создается вакуумный контур. То есть вакуумный контур представляет из себя вот эти вот все трубы. трубы. На них есть крантики. Сейчас пойдем дальше. Вот на трубах есть вот такие вот крантики. Крантики – это, скажем так, отверстия, через которые вакуум распространяется по трубкам уже непосредственно через банки к телу. Вот там трубки, вот это вот стоят банки. Вернемся чуть назад. У аппарата есть вакуумный контур. Затем есть обязательно клапан сброса. То есть вот он здесь находится, вот он, клапан сброса с краником. В случае чего, не дай бог, там каких-то непредвиденных обстоятельств можно его всегда открыть. Контур освободится, воздух зайдет, разрежение исчезнет. Банка перестанет человека засасывать в себя, скажем так. Вот так же, вернее не так же, а основными регулятивными устройствами, которые регулируют работу вакуум-градиентного аппарата является электроконтактный вакуометр, а он в обязательном порядке имеет три стрелки. Одна из стрелок, условно назовем верхняя, она ограничивает верхнее давление, показывает на какую максимальную величину разрежения мы можем задать. Какую максимальную величину разрежения мы можем задать. Нижняя, условно говоря, стрелка, она показывает, какую минимальную величину разрежения мы ставим. То есть вот этими двумя стрелками мы устанавливаем, скажем так, границы. те границы, в нашем случае терапевтические, в которых будет банка засасываться, отпускаться, засасываться, отпускаться. И третья стрелка – это стрелка фактического разрежения. То есть как раз-таки она и бегает между этими двумя стрелками. Почему вакуометр называется электроконтактный? Ну, вакуометр называется, потому что он измеряет вакуум. Электроконтактный почему? Потому что к каждому из этих стрелок подведен электрический контакт. И средняя стрелка, которая бегает, она их замыкает, передает сигнал либо на максимальный, либо на минимальный предел. И таким образом, когда мы замыкаем, то есть бегущая стрелка поднимается к верхнему значению, она его замыкает, и в этот момент происходит открытие электромагнитного клапана. Вот другой управляющий элемент – это электромагнитный клапан, который сбрасывает воздух. Открывается этот электромагнитный клапан, а он должен быть нормально, вернее, они разные бывают, эти электромагнитные клапаны. Так вот, для этого аппарата нужен нормально замкнутый электромагнитный клапан. Они бывают разные, там такие, секи, пятые, десятые, но здесь нужен нормально замкнутый. То есть в обычном положении он замкнут, когда на него поступает сигнал, он открывается, выпускает воздух до нужного предела, опять же, рабочая стрелка ползет вниз, и когда она достигает нижней границы, то есть нижней стрелки, этот контур опять замыкается, и в этот момент включается насос. То есть принцип работы прибора заключается в том, чтобы попеременно включать вакуумный насос и открывать электромагнитный клапан. То одно, то другое, то одно, то другое. И управляющим элементом здесь является вакууметр. Ну вот, собственно говоря, вся эта принцип его работы. Здесь же на картинке еще можно увидеть, но вот я сюда вот поставил такую штуку, которая защищает аппарат от скачков электроэнергии. Вот, ну, собственно говоря, в принципе, это и все. Тут же мы видим этот релейный блок. Я доподлинно в нем не разбираюсь. Единственное, могу сказать, что там есть автомат, который защищает в случае чего, если будет какое-то замыкание или еще что-то, он сбросит, отобьет. Вот, стоят там какие-то реле, но это уже делал инженер. В принципе, насколько я понимаю, что не то, что насколько я понимаю, а желающему изготовить такой аппарат, конечно, он сам его собрать сможет. То есть тут присутствует рама из этого аппарата, то есть металлический каркас. Этот металлический каркас сделан из мебельных конструкций, мебельная конструкция так называемой джокера. В ней присутствуют такие вот трубки и различного типа наконечники. От того, какой формы вы хотите придать вот этому аппарату, зависит то количество этих трубок и так далее. Я вот сделал такой достаточно большой. Он выше меня ростом, где-то метра два вот эту аппарату в высоту. Я бы тоже хотел быть метра два роста, но, к сожалению, только метр восемьдесят. И на этой раме он стоит. Значит, вакуумный контур, он создан из нержавеющих коллекторов. Нержавеющие коллекторы, эти коллекторы обычно используются для систем теплого пола. То есть вот нержавеющие коллекторы, здесь везде использована нержавеющая ткань, поскольку это аппарат медицинский, то любые комплекты, любое все, что здесь есть, это нержавеющая ткань, ткань, сталь. Вот эти вот коллектора нержавеющие, вот эти вот краники из нержавеющей стали, эти все наконечники из нержавеющей стали, вот соединительные трубки, вот здесь вот этот контур, эти коллектора, контур, он между собой соединяется там при помощи тройничков, трубочек там, ну и так далее. Ну это уже все зависит только от вашей фантазии. Главное понимать, что есть насос, есть вакуумный контур, есть клапан, через который сбрасывается, и есть вакуометр, который регулирует, ну когда работает. Ну а дальше уже вот эту электрическую схему приглашаете инженера-электрика, и он поможет вам все это скоммутировать. Он все, соответственно, сложный. Вот. Используют также силиконовые трубки, силиконовые используются из там медицинских, или так называемых пищевой силикон, ну и, собственно говоря, планки. Банки используются, можно использовать обычный массажный банк. Вот я смотрю, в интернете там есть ряд товарищей, которые изготавливают эти вакуумные радиоэлектрика, и они для них используются какие-то специальные чудные банки, там, что-то не пишут, какие-то специальные нужны. На самом деле он работоспособен, способен и на вполне обычных банках. Вот тут используются. Ну, сейчас я вам покажу, пойдем дальше. Вот. Ну, вот это, конечно, на самом деле специальная банка. Это большая 5-литровая штука такая, очень полезная. Она обычно используется для постановок на живот, ну и можно использовать для постановки на ягодицы, у тех, у кого большие ягодицы. Тоже очень хорошо. Ну, в основном ставится на живот и втягивает в себя, считай, весь живот и улучшает состояние всего живота. Он там подтягивает, затягивает в себя все, и кишки, и все, что там только возможно. Ты, главное, технику безопасности для пигмеев расскажи, вот когда такую банку используют. Осторожнее будьте, да. Когда такую банку используют, значит, техника безопасности. Для пигмеев. Для пигмеев именно. Да, для пигмеев. Заключается в том, что просто у пациента спрашиваете, больно ему, не больно. То есть, если он на него... Нет. Нет, нет, нет. Она спрашивает, тебе уютно там, дорогой мой пациент? Ну, да. Если пациент уже оказался в банке, то надо заканчивать. Конечно, выключать. Там каждая банка находится на шланге. Шланг этот оканчивается краником. Вот когда эту банку ставишь на тело, там краник, соответственно, открываешь. И находишься в контакте с пациентом, интересуешься, там больно, не больно. А вот он говорит, ой, начинает больновато. И на вот этой вот легкой болезненности вы краник закрываете первично, допустим. Закрыли краник и потом установили необходимое такое разрежение. И потом снова краник открыли, и он пошел качать. Больше, меньше, больше, меньше. Там дальше покажу ролик, там будет видно, как это работает. Ну, а сейчас на словах объясню. То есть, вот такая вот банка замечательная. Ко мне приходили пациенты с болями в спине. Говорят, у нас боли в спине, спина болит. Вот мы ходили там по различным специалистам, по мануальной терапии, нам что-то там делали, дергали, скручивали и так далее. Но спина, тем не менее, через какое-то время снова начинает болеть. Вот один-два сеанса постановки такой банки на живот. Дело в том, что, ну, опять же, с моей точки зрения, любая боль, ну, оно и по факту так, исходя из моей практики, любая боль в спине, в упорно-двиганном аппарате, она имеет в своей причине какой-то узел в животе. То есть, любую боль в спине, начиная там от шеи, заканчивая крестцом, позвоночником, скажем так, можно найти в животе. То есть, на живот надавливаешься, человек говорит, ой, мне отдают в спину, там, куда люди обычно болят. Так вот, когда вот такую банку ставишь на живот, она засасывает себя. И вот эти вот болезненности в спине проходят. Люди поднимаются со стола и говорят, ой, 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 одежда моя боль в спине, которая меня мучила. И вот происходят такие метаморфозы. Идем дальше. Значит, вот где-то банки поменьше. Я их всех сфотографировал. Это 5-литровая банка, это 3,5 литра банка, это 2 литра, это пол-литровая. Кстати, если кому-то такие банки нужны, обращайтесь, я отдам контакт, где эти банки можно быть. Вот такие вот банки они используются. Это для совсем большого человека, это для пуза человека поменьше, это для, можно сказать, для пуза стройного человека. Но это вот ребенку тоже будет маловато. Это просто как маленькая банка ее можно поставить в дальнейшем. Вот есть еще, я использую такие баночки. Они пластиковые, предыдущие были стеклянные, эти пластиковые. Размеры побольше, поменьше, и вот совсем, скажем так, маленькие. Эти банки можно использовать еще также для постановки на персии, в смысле на молочные железы. Вот, тоже полезно, потому что у женщин бывает застойные явления. Тепловизионные снимки делаешь женщин не именно молочных желез, а вот просто проще женщин остаться в безгалтере, сделаешь еще тепловизионные снимки, даже через безгалтере видно там сверху очертания нарушения кровоснабжения молочных желез. То есть там такие появляются либо желто-зеленые пятна, либо очень интенсивные белого краса пятна, которые говорят о застое, а желто-зеленые недостатки при ее кровоснабжении. Так что ставить банки на грудь полезно. Но эти банки точно так же можно ставить на живот. Допустим, вот эти вот банки побольше можно ставить непосредственно в проекцию желудка, чтобы подтягивало желудок, или с фиксацией верхней части можно ставить на область мочевого пузыря, на область сигмовидной кишки, и вот создавать лечебные процессы там. Следующие банки, вот это вот вообще классические банки, которые вполне прекрасно работают с аппаратами вакуумно-радиентной терапии. Вот эти трубки, которые ставят на аппарате, они диаметр, внутренний диаметр у них 9 мм. Вот это банки, которые продаются, свободно продаются на Алиэкспресс. И я почему вот так на этом остановлюсь, потому что, если сейчас бить в Яндексе вакуумно-радиентной терапии, то выйдет много фотографий, и там какие-то специальные банки продаются, там эти горшки специальные, они ломят за них там какие-то космические деньги, там очень дорого. Единственное, что вот эти вот стеклянные больше нигде не найдешь. Ну а все вот те специальные банки, которые используются, в них вот именно вот разбиться в пыль, чтобы найти такие банки, смысла особого нет. Вот прекрасные банки с Алиэкспресс, они имеют диаметр 13 см, можно найти 11 см. Предыдущие банки тоже там были, у них там где-то порядка 15 см, 11 там, вернее, 15-13-11 см диаметра. Такая банка, она вполне функциональна. Вот. Если существуют какие-то необходимости поставить на более мелких частях, там есть и более маленький банк, который можно использовать. То есть не обязательно заморачиваться с каким-то специальным банком. Вот эта банка продается на Алиэкспресс, стоит она там какие-то копейки. Ее вполне можно использовать. Если будете пытаться купить какую-то специальную банку для вакуумно-радиентной терапии, там будут просить какие-то ужасные деньги. Поэтому сами рассчитывайте. Смотрите, что вам. А, вот, обращаю внимание, пружинки, видите, которые на банках стоят, они служат для того, чтобы шланг не перегибался. То есть он убивается на шланг, находятся такие пружинки по диаметру и потом вставляются. Вот эти вот пружинки, это запасные пружинки от садовых секаторов. На всякий случай, потому что я сам их долго искал и потом еле нашел. Потому что с пружинками какая-то проблема. Вот найти пружинки, где-то в интернете есть там рессоры всякие, все остальное пружинок нет. Вот запасные пружинки от садовых секаторов. Вот. Вот маленькие баночки. Это стеклянные маленькие баночки, которые можно поставить и на шею, и на любые там какие-то маленькие участки тела, в том числе и на лицо, там куда угодно. В принципе, вот таких вот маленьких медицинских стеклянных банок в интернете достаточно большой выбор, ассортимент. Даже в российском сегменте интернета не обязательно там в Китае идти. Ну, в китайцах тоже есть. Ну, и в России это доступно. Просто русские приходят гораздо быстрее, чем китайские. Вот. Так же на другие участки тела можно ставить резиновые или силиконовые банки. В частности, их можно ставить на те поверхности, на которые, в принципе, постановка банок не особо была рассчитана. К примеру, на колени или на голову, прямо на волосистую часть. Вот без использования этого аппарата поставить банку на волосистую часть головы практически невозможно, потому что через волосы происходит постоянно засасывание воздуха и банка постоянно спускается. Здесь же за счет того, что аппарат все время подкачивает, постоянно происходит удаление воздуха, то эта банка стоит и создает внутри себя необходимое разрежение. Вот можно использовать еще такие вот виды банок. Значит, это бамбуковая банка настоящая. Китайцы. Китайцы вообще основной ставят бамбук. Они, если используют, скажем так, горячий вакуум, дело в том, что вот эта технология, которая рассказывает, это технология холодного вакуума. То есть, ну, создается безогневой. А китайцы в основном используют горячий вакуум. Вот это вот действительно китайская банка. Вот в нее вставлен штуцер. Вот медная банка. Медный горшок, собственно говоря, приспособленный под вакуумную банку. За счет чего приспособлен? Ну, он имеет такие достаточно пологие края и может сосать в себя что угодно. Важный элемент вакуумной банки это штуцер. Штуцер, делается, также изготавливается из нержавеющей стали. Вот тут делается такое основание. Он тоже делается где-то порядка 9 миллиметров вот здесь под трубку. Делается вот это вот основание. Там с другой стороны резьба и гайка. В принципе, ничего сложного. Человек, который планирует изготовить такой аппарат, он в любом случае должен быть знаком как-то с техникой. Поэтому, исходя из того, что я сейчас рассказал, может вполне создать чертеж и сделать себе такую штуцер. Заказать где-нибудь. Ну и, собственно говоря, керамический горшок тоже можно его использовать. Но в большей степени вот эти вот медные банки и керамические горшки и бамбуковые банки, они не настолько функциональны, потому что для функциональной работы нам нужно видеть, какие процессы происходят внутри банки. То есть банка должна быть к большому счету прозрачной. Вот эти банки, они не прозрачны, они в большей степени носят вид декоративный. То есть когда хочется, как говорится, блеснуть чешуей, что у меня бедные банки, у меня там какие-то керамические, то есть я вот использую древнерусскую, древнюю технику, использую керамические горшки, но там непонятно, что происходит с тканью. Иногда нужно знать и видеть, что там происходит. Вот бамбуковые банки, они эффективные тоже, но тоже не совсем видно. Чем примечательны бамбуковые банки? Они имеют достаточно узкие основания, причем большую высоту. То есть там можно своеобразным образом воздействовать на ткани. Вот. В своей работе я по большей степени все равно применяю либо резиновые банки, либо вот такие вот стеклянные какие-то, прозрачные, где я могу видеть, что происходит с тканями. Вот. Потому что иногда нет необходимости банку держать на этом месте долго, если там уже создался такой экстравазат, то есть синяк в простонародье. Если там синяк уже создался, то все уже можно переставлять эту банку на другое место. А если у нас, к примеру, банка вот такая, сейчас, где? Вот такая банка. Мы никогда не увидим, что там внутри. Но если, конечно, у нас там нет третьего глаза, мы никогда не увидим, какие процессы, какого цвета кожи, появился ли синяк под этой банкой или нет. Вот. Ну и далее. Вот что может происходить с человеком, если ему на живот поставить банку? Собственно говоря, эта банка стоит на животе. Там видно, нам видно, что некая часть живота влезла внутрь банки, и вот купок начал выворачиваться немного наружу. Это из пыточной камеры, фотография, да? Нет, это. Из-за стенков? Нет, это все у нас, все из моего кабинета. Так вот, купок на самом деле наружу не вылез, просто вот он так вот, немножко так открылся. Вот. Вот так это выглядит сбоку. Вот банка, вот он зажимает ткань, и вот здесь вот, то есть вот обратите внимание, вот тело, и вот на такую величину, это не просто кожа поднялась вверх, это все ткани организма, вот тут видите, прям такая полоска пришла, это ткани организма поднялись внутрь банки, то есть туда поднялся и кишечник, вот толстый, тонкий кишечник поднялся туда, и вот эти вот трубочки, которые идут там, урахус от мочевого пузыря, и от почек, и от печени, все туда пошло, и сосуды туда поднялись, то есть при этом он же не просто засасывает, а он засасывает и отпускает, то есть эти ткани двигаются вверх-вниз, таким образом масса полезных процессов, но и самое важное, для чего нам нужно, происходит расслабление, улучшение кровоснабжения, никакой другой эффект, даже просто обычная постановка горшка на живот или большие банки, они не дадут такой, как вакуум-градиентная терапия, вакуум-градиентная терапия это эффект, допустим, там десятки, если не в сотни раз превышающий обычную терапию, если даже на практике обратить внимание, процедур вакуум-градиентной терапии для того, чтобы у человека перестали оставаться на теле синяки после постановки банок, ну, нужно, условно говоря, может быть там одну-две, максимум три, все, синяков уже не возникает, а в обычном, если просто банки ставить, нужно три, пять, там, вот как вот перед этим, там, чуть ли не шесть, десять раз нужно ставить, чтобы перестали появляться синяки, а при динамическом вакууме нужно гораздо меньше за счет того, что вот поле тщательно прорабатывается, вот приближение, скажем так, эта банка, то, что там внутри, вот еще следующий образец, на этом человеке, вот уже, на этой прекрасной женщине уже стоит четыре больших банки, вот я рассказывал о словах, больших банки, на ягодицу, да, потом стоят две чуть повыше, ну, и так далее, вы можете рассмотреть, вот, и чем примечательно, что мы, вот опять же, я говорю, о прозрачности банок, мы можем наблюдать все процессы, которые там происходят, видим, что и как, видим, запотевает ли банка или не запотевает, вот, запотевание банки, это тоже достаточно важный эффект, но поскольку мы уже об этом заговорили, то следует сказать вот о чем, что есть диагностические моменты в постановке банок, то есть, когда мы ставим банку, потом ее снимаем, мы получаем какие-то последствия, так вот эти последствия могут нам совершенно конкретно кое о чем говорить, если мы поставили банку, потом сняли ее, и там получилось, условно говоря, синее пятно, вот, ну, по-правильному, это экстравазат, это пятихи и так далее, в общем, синее пятно, синяя в простонародье, то это будет говорить о венозном застой в тканях, в этом месте, вот, если мы поставили банку, сняли ее, и под банкой появилась такая подушка, как бы надулась такая, вот мы банку сняли, подушка осталась из кожи, то это будет говорить о лимфатическом застой в этих местах, если же мы после снятия банки наблюдаем там синюю подушку, то это будет говорить о венозно-лимфатическом застой, то есть там в тканях уже практически особо ничего не двигается, там и венозная кровь стоит, и лимфа стоит, соответственно, там обменные процессы очень-очень слабо двигаются, там и местный иммунитет не работает, вот в таких местах максимум, вероятность того, что там разовьется какая-то дрянь, какая-то зараза, практически максимальная, шансы величайшие, вот, затем, если после постановки банки образуется белое холодное пятно, причем еще важный момент такой, температура кожи, которая оказалась после банки, она там должна быть горячей, то есть если, допустим, мы получаем синее холодное пятно, то свежей крови там нет, то есть если получаем белое холодное пятно, то это еще хуже, это говорит о том, что там есть нарушение артериального кровоснабжения, спазм артериальных сосудов, спазм артериальных капилляров, вот, это, можно даже сказать, хуже, чем синяк, потому что там, где появился синяк, там уже будут последствия и те оздоровительные процессы, а здесь, в этом месте, где появилось белое пятно, абсолютно белое, то в этом месте сначала нужно добиться появления синяков, вот, и потом уже можно говорить о каких-то оздоровительных процессах, потом бывают еще такие состояния, когда появляется балдыри на коже после постановки банок, вот, и эти балдыри нам будут говорить о том, что в этом месте есть, существует локализация вируса герпеса, ну, всем известно, конечно, что вирус герпеса обитает в клетках оболочки, там, мерных окончаний, там, и так далее, и так далее, и так далее, но, тем не менее, вот это вот все опускаем, и я могу сказать, что эти вот балдыри после банок, это и есть выход герпеса наружу, были проведены исследования и так далее, оказалось, что после выхода вот этих вот герпесных пузырей и титр анализа вируса герпеса становится меньше, то есть, количественный показатель анализа вируса герпеса при анализах становится меньше, и общее самочувствие пациента улучшается и так далее, и несмотря на всякие разные мнения, которые там пишутся в интернете, что когда публикуешь такие фотографии, некоторые пишут, ого, это ожог, это, в общем, там вылезло что-то такое, что это как бы тканевый ожог получился, это очень вредно, это я не слышал этих, не знаю, как это называется, паникеров, собственно говоря, ничего вредного в этом нет, это появилось просто, вот лишь выходит таким образом герпес. Еще на что хочу обратить внимание, такие пузыри возникают не во всяком месте, они в основном возникают в проекциях каких-то жизненно важных органов, чаще всего это почки, чаще всего это печень, это отделы толстого кишечника, тонкого кишечника, но прямо по появлению этих пузырей можно делать такие диагностические моменты, причем очень, ну как всегда, так бывает всегда, доставишь пузыри, появляются не везде, а в каких-то определенных местах. Если же у человека уже в организме полная беда, то тогда, конечно, у него такие пузыри могут появиться массово по всему животу, по всей спине, на суставах, на плечах, на шее, на голове, но это уже отдельный случай. Следующий момент, который мы наблюдаем при банках, это запотевание банки. Вот как увидеть, допустим, запотевание банки на медных банках? Ну потом, конечно, можно увидеть, когда банку снял, потрогал, она запотевает, но в тех местах, где происходит запотевание банки, там не всегда целесообразно производить длительную постановку. Потому что это, во-первых, говорит о нарушении функции почек, нарушении функции печени. И очень часто это бывает именно в области почечных пространств, когда выполняются почечные постановки, и чаще всего оттуда банки запотевают, желательно с почек банку снять. То есть, в этом случае постановки банки на почек ограничены где-то пяти минутами, потому что там присутствует некое нарушение почечной деятельности. К этому нужно отнестись внимательно, если у вас нет представления о том, что же все-таки за процесс там происходит. Вот, ну, пойдем дальше. Итак, значит, переместились. Вот, мы здесь видим на виде сверху, условно говоря, вот стоит большая банка на углу седьмого шейного позвонка, здесь мягкие банки стоят в этих местах. Почему в этих местах стоят мягкие банки? Потому что здесь вот эти плечелопаточные косточки тут, и обычная банка с мягкими дровями тут не ставят, а если мы ставим резиновую баночку, она эти все косточки облегает и засасывает, там прекрасно держится. Вот, потом далее видим, вот на позвоночнике как раз другая стоит, и здесь уже баночки стоят. Вот, кстати, вот эта вот штука, которая левее находится, белая, тоже очень полезная, виброплатформа называется. И, да, она, в принципе, применяется человечеством уже давно, но, тем не менее, в применении ее в практике целителя тоже очень важно. К примеру, перед той же самой постановкой банок человек оттуда поставил, протрусил его, потом посадил его на эту виброплатформу, протрусил, и уже улучшается качество капиллярного кровоснабжения, потом его еще вибромассажером размял непосредственно, потом промассировал немножко, потом еще банки поставил, и человек будет, как заодно, нарадившийся. Вот, это вот еще один вид сверху, чтобы лучше было рассмотреть. Вот, ну, как тебе, Алексей, ты такие же банки ставишь сейчас? Так же у тебя все? Ой, ой, нет, такие большие я не ставлю, нет. Это вот в ближнем приближении можно было рассмотреть. Вот, это вот мужчина уже. Вот, у мужчины, обратите внимание, здесь банку мы поставили на проекцию желудка, и вот он подтягивает живот, подтягивает желудок, плечи у мужчины побаливали, вот обратите внимание, на области плечей сразу появились синяки. Вот, а вот здесь, в этих местах, мы как раз видим запотевание банок, вот, это говорит о наличии в организме лишней жидкости. Здесь вот банки стоят не то, что на почках, но на почечной области. Вот, поэтому происходит некоторое такое запотевание, причем на банках, которые стоят на области нижних отделов толстого кишечника, расходящей, нисходящей части толстого кишечника, мы таких запотеваний не видим. Обратите на это внимание. И, причем, все это находится в динамике. Все эти банки двигаются. Единственная, какая ситуация, все эти банки двигаются под, если они находятся в движении, то они находятся под одним и тем же давлением. Вот. Если нам необходимо вызвать различное давление в различных банках, то необходимо при накачивании, при создании разрежения, вернее, не давления, а разрежения, просто перекрывать банки по достижению нужного разрежения, потому что в разных частях тела чувствительность разная. Потом при постановке банок разного объема необходимы разные силы разрежения, чтобы засосать определенный уровень. И поэтому где-то больше где-то меньше, какой-то по очереди можно делать их рабочими, если у них разные разрежения. Хотя можно делать и на одном разрежении, в принципе, будет работать. Хорошо. Вот. постановка банок на голову, то, что я говорил, на волосистую часть. То есть человеку раньше для того, чтобы, да и в моей практике такое было бы, того, чтобы поставить банки на голову, необходимо было голову побрить на лысо, и тогда именно на голову можно было поставить банки, то используя специальные там силиконовые такие штуки. Вообще в практике постановки банок и горшков в народной медицине есть способы постановки банок на волосистую часть головы, там используется блин. Но в практике работы в современном обществе, там не просто блин, а тесто используется. В практике работы в современном обществе с современными людьми я себе трудно, мало представляю, как приходит ко мне человек, я говорю, ну сейчас, подождите, блин на голову надену, при этом у него волосы, у женщин там могут быть еще и прически какие-то. Вот я взял это тесто на голову, положил туда, поставил банку, засосал. Что там может быть, какой внешний вид впоследствии, конечно, можем себе представить. А так, пожалуйста, банки... Да, Алексей, слушайте. Ты про внешний вид свой потом будешь рассказывать, да? Если тесто обмазать голову у женщины, потом будешь долго рассказывать о том, как ты отмывался и где какие синяки у тебя были. Это точно. А здесь, видите, данная постановка банок, это мы ставим банки на ворота головы, то есть у человека есть пять воротных точек на голове, спереди, сзади, по бокам, на душами, на макушке. Вот прокачиваем таким образом голову. Причем они не просто стоят, они еще и качаются, то есть давление изменяется. Таким образом мы улучшаем, в том числе, и капиллярное просто снабжение сосудов головы. Вот это приближение, как все видят, просто стоят на голове, на волосах и качаются. Вот постановка банок на колени. Вот здесь они поставлены на колени, на щиколотке. Причем это места такие сложные для постановок, если в обычном формате. Но вот здесь они стоят, в принципе нормально стоят, создается определенное разрешение, они засасываются. Вот можете увидеть, что банки прямо всосались. Особенно по этой видно, что она прямо всосалась туда. Вот эти банки побольше, но вот эти тоже съежились. То есть очень интересный эффект. Такого эффекта без банок. То есть, собственно говоря, что такое банки? Банки – это один из элементов аутогемотерапии, то есть лечения собственной кровью. Достигается за счет применения вакуумного разрежения. И если не использовать такие банки, то там бы пришлось, допустим, делать либо ударно-динамический массаж на этих местах, либо, собственно говоря, инвазивную аутогемотерапию, то есть шприцом там подкалывать. И поставить совсем уж какие-то маленькие баночки, вот этими маленькими баночками, постепенно обставлять всю эту поверхность сустава. А вот на щиколотке это было, в принципе, практически невозможно, потому что там, скажем, там другой угол, особенно с внешней стороны щиколотки, другой угол, туда банка не особо станет, особенно на изгиб. А использование регулированного вакуума и силиконовый банок дают возможность сюда поставить. То есть благодаря этой установке люди могут получать дополнительный такой оздоровительный эффект, чего раньше не получалось. Вот, ну это вид на эту же установку сверху. Ну вот, там колени туда помещены. Ну, это, опять же, реквием о банке на животе. Вот поставили банку и вокруг, потому что площадь живота была не такая большая, и мы могли поставить тут небольшие такие силиконовые банки. Вот это взгляд на это же сбоку. Вот, это много силиконовых банок поставили. Там дальше стеклянный. Вот вид сверху. Вот. Так вот. Это вот просто сзади уже была возможность поставить банки побольше. Кстати, для женщин постановка банок на ягодицы является очень такой полезной, крайне полезной, потому что ягодицы – это традиционная зона женской репродуктивной системы, улучшая кровоснабжение ягодиц, ну, улучшая кровоснабжение области малого таза в целом. Вот. Дальше. Ну, вот так вот ставили. Вот. Тоже постановку банок. Мы, когда так ставим, мы растаскиваем в сторону почти весь живот. Если там есть какие-то спаечные процессы, если там есть какие-то застойные процессы. Как говорили бабушки, умницы, которые мяли животы раньше, не говорили склянь. То есть если в животе образовалась склянь, то есть вплотненный такой участок. Сейчас в современном мире, можно сказать, такой фиброгенный какой-то участок. Вот. И вот эту вот склянь можно вот так вот банками растягивать в разные стороны. Когда кишки между собой слиплись, там, от глютена или от просочившейся плазмы крови, то таким образом можно их растянуть, эти все спайки убрать. Вот. Вот. Плюс еще, о чем интересно было бы сказать, о том, что банки восстанавливают пульсовую волну. Дело в том, что, возможно, не все знают, что капилляры могут пульсировать. Но нам известно, что вот если положить, допустим, руку, палец на сосуд, условно говоря, на венозный, мы услышим пульсацию, да, венозного сосуда. Пульсовую волну на крупном сосуде легко пощупать. На капиллярах для того, чтобы пощупать пульсовую волну, у нас не хватает чувствительности. И вот на банке восстанавливают пульсовую волну. После постановки бана капилляры начинают пульсировать, изгонять по себе свежую кровь. Вот. Такой вот интересный эффект. Плюс банки повышают способность тканей облащать кислород. И улучшают способность крови этот, собственно говоря, кислород переносить. Вот. Еще есть такой интересный момент, что банки, когда они ставятся, их лучше все-таки ставить до появления болезненных ощущений. Не просто натянуть и держать. Хотя так тоже будет происходить в процессе. Но именно получить болезненные ощущения. Причем, чем более болезненные ощущения вы сможете терпеть, тем, по сути, более эффективный постановка. Потому что при боли от банок в кровь выбрасываются эндорфины, снижается уровень адреналина. Поэтому у всех наступает расслабление, в принципе. Вот. И помимо этого, банки восстанавливают отмершие капилляры. Банки могут снимать фантомные боли. Кровой есть. Вот. Такие вот чудесные нас банки. Пойдем дальше. Вот еще. Вариация, опять же, на эту тему, что можно делать. Вот. Тоже спина с банками. Тут мы можем видеть уже вот эти вот такие вот синие экстравазаты. Такие уже близкие к фиолетовому. Вот. Вот. А. Это уже, наверное, ролик. Сейчас. Ну, Алексей, может быть, какие-то есть вопросы, дополнения? Слушаю тебя. Не-не-не. Вопросов нет. Я этими большими горшками обхожусь. И как там они называются? Чугунками. Ками, да? Ну, что? Угу. Так. Это вот ролик, он нам что-то покажет. Я уже сейчас не помню, что и в этом ролике нам что-то покажет точно. Так. Почему-то пошло следующий ролик. Сейчас, секунду. Так. Сейчас. Вернусь к предыдущему. Включить. Вот. Это вот показывает, как он, в принципе, его действия. Вот здесь мы можем наблюдать. Не знаю, есть ли у вас звук. Вот на теле. Вот обратите внимание, синие банки, они сжимаются постепенно. Он расслабляется. То есть вот дыхание аппарата, оно наиболее проявляется через вот видимость синей банки. Сейчас попробую наглядно показать, что происходит внутри жесткой банки. Тоже, если присмотреться, видно расширение ткани. И вот здесь тоже в этой банке видно, как в пластиковой ткань немножко поднимается вверх-вниз. И вот снова к работе аппарата. Как я и говорил, средняя стрелка рабочая, она двигается вверх-вниз от одного, от нижнего к верхнего к телу. Пойдем к следующему ролику. Здесь в более близком варианте. Вот тут показано, как я пальцами это на флазе регулирую. В чем еще особенность того типа аппаратов, которые я делаю, они заключаются в том, что весь аппарат переведен на 12 вольт. Прочие аппараты, насколько мне известно, которые существуют и предлагаются, они работают от 220 вольт. И вот этот датчик вакууметра, он находится за стеклянной оболочкой. И здесь, примерно в этом месте, там стоит регуляционная крутилка. и там есть вероятность того, что электрический ток может пробить на контур аппарата. Для пациента, в принципе, это не страшно, потому что трубки силиконовые электричество не проводят, но вот самого терапевта или там как-то еще может пробить током. И регулирование через вот эту вот крутилку здесь, оно не особо удобно, потому что там можно выдавливать вниз, поворачивать, а когда ты можешь регулировать это своими собственными руками, восстанавливать, то так, конечно, гораздо проще. Вот, и вот за счет того, что этот аппарат был переведен на 12 вольт, мы можем использовать вот ручную регулировку, которая является гораздо более удобной. Она является более быстрой и более удобной иногда, ну, не то, что иногда, а вообще позволяет подстроиться под верхнюю границу пациента чуть ли не мгновенно. Человек говорит, ой, что-то сильное, ты тут же опускаешь границу верхнего руками, так как тебе нужно, выставляешь именно тютелька как тебе нужно. Здесь вот я регулирую степень, различные степени набора, разрежения, его сброс. Вот здесь достаточно такой оптимальный набор его и мгновенный сброс. Сейчас, ну, почти мгновенный сброс. Действительно, быстрый набор, потом сброс, потом дальше, вот, я сброс поставил очень медленный, то есть, действие аппарата, я, забыл упомянуть, сейчас вернемся в самое начало, это очень важный момент, сказал нашим слушателям, что важно, там, где у нас этот аппарат нарисован, вот, степени, как мы этим аппаратом управляемся, ну, то, что мы можем регулировать с самого вакуометра, это понятно. Вот здесь вот стоит крутилка, которая регулирует обороты, работу двигателя, то есть, двигатель можно ускорять, двигатель можно замедлять, тем самым мы регулируем обороты двигателя и тем самым регулируем скорость набора разрежения, то есть, можно поставить очень быстро, чтобы он качал, можно поставить, чтобы он очень медленно качал, это зависит от типа банки, зависит от возраста человека, от подвижности, затем, следующий регулятор у нас находится на клапане, поворачивая здесь регулятор, мы можем регулировать скорость сброса воздуха, мы можем ставить скорость сброса, чтобы она была медленная, можем ставить скорость сброса, чтобы она была быстрая. И также в самом релейном блоке есть возможность по регулировке паузы. Такую подобную функцию я, в принципе, насколько я могу судить, не встречал в других аппаратах. То есть мы набираем разрежение и устанавливаем паузу. Какое-то время эта пауза фиксируется, и потом начинается снова сброс. В обычном режиме аппарат работает как вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Здесь он набирает вверх, задерживается там, только после этого падает вниз. Тут мы добиваемся некого еще дополнительного эффекта, как в статической вакуумной терапии, когда мы натягиваем ткани и создаем этот фиксирующий эффект, пролонгирующий. Потом опять отпускаем. Он иногда нужен для того, чтобы получше растянуть ткани. Так, снова пошли вперед. Ну да, это разные типы. Вот следующий ролик. Это вот стоит банка на животе. Так вот, в принципе, видно она, как живот затягивается. Ну и конец показа слайдов. Сейчас я вернусь. Начало, что можно было. Так. У нас была какая-то заставка. Пусть вот стоит чудесный мужчина. И так, в принципе, то, о чем я хотел рассказать, можно сказать, я рассказал. Теперь можно перейти к обсуждению, к вопросам. Можно, конечно. Да, вот я ожидал возврата к этому рогатому существу. Все хорошо, замечательно. Тут много вопросов у нас уже скопилось. Так что, наверное, самое-самое время нам уже начинать с ними разбираться. Так что переходим ко второй части «Вопросы и ответы». Хорошо. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова